Всем привет! Я Рита Мрадова, и это мой канал на YouTube, а это моя луковка такая на голове. И сегодня мы с вами поговорим о теме, которую я частично затрагивала пару видео назад, и я увидела большое желание от вас обсудить, подискутировать на эту тему. Это сегодня не типичное видео, не образовательного скорее характера, мы будем дискутировать. Тема очень острая, и тема достаточно часто конфликты какие-то собирает, это тема того, для кого мы одеваемся. Чтобы начать это обсуждение, просто продолжайте смотреть. Я думаю, что начинать общение на тему того, для кого мы, и когда я говорю мы, я скорее всего говорю о женщинах. Для кого мы, женщины, одеваемся, нужно начинать вообще с предыстории и с истории в целом. Давайте начнем. Значит, история такова, что в принципе, все течение времени, особенно начиная где-то с 12, да даже раньше, ох, сильно раньше на самом деле, что какого 12 века, одежда имела несколько назначений, очень четких. Одно из них это определение статуса человека. По одежде, по тому, как он одет был, ты понимал, какому клану, какому социальному кругу этот человек принадлежит, какой у него достаток, какой его род деятельности, даже достаточно часто. И очень четко, да, мы отличали нишу, как мы, люди отличали нишу, касту обычной рабочей, от знати. Тогда было вот два основных таких разграничения. И так существовало на протяжении, ну, практически всей истории человечества, даже в древнем МГИТе. Если вы посмотрите картинки, очень четко было видно, как выглядел, например, фараон, как выглядели обычные рабочие, которые строили все эти погребальные различные пирамиды. И вы четко понимаете, насколько внешний вид коррелировал со статусом человека. Второе предназначение. Естественно, одежда так или иначе у мужчин и женщин отличалась. И достаточно часто женская одежда и то, как женщина одевалась на протяжении всей истории, во-первых, определялась мужчинами. Это очень важно понимать. Вплоть до начала 19 века о таком понятии, как женщина-модельер, как женщина-дизайнер, которая создает одежду для женщин и, возможно, даже для мужчин, этого практически не существовало. Единичные отдельные какие-то экземпляры в основном всю моду диктовали мужчины. Поэтому женщины чаще всего носили потом уже, мы знаем, корсеты, поэтому чаще всего была верхняя часть отделенной груди, поэтому так или иначе женщины выглядели. А это, конечно, очень отличалось от того, как выглядели мужчины. Безусловно, на протяжении всей истории мы также помним некоторую подоплеку, которая очень важна, из которой, собственно, боролись все суфражистки, которые дали нам возможность сейчас работать на работах и так далее, это то, что женщина была зависима от мужчины. До сих пор даже, если вы знаете, есть страны, в которых без мужского разрешения женщина не может путешествовать, устраиваться на работу, голосовать. Есть страны, в которых женщина практически никакого решения без своего мужа, без своего отца, без семьи не может принимать. И вот такая история была практически у всего населения планеты. Все женщины были неким таким объектом, за который принимали решения различного характера. От женщины ничего не зависело. Плюс достаточно часто, если вы помните, такого понятия, как браки по любви, практически не существовало. Чаще всего браки осуществлялись между семьями, и люди не выбирали, на ком они жениться или за кого они выходят замуж. Это все происходило для того, чтобы совершить благо для семьи. Чаще всего выбирали мужчину с наследством и так далее и тому подобное. Поэтому одна еще из задач одежды женщины была найти того супруга, который обеспечит ей удачную жизнь, беззаботную, с каким-то количеством денег, чтобы дети, которых она обязана родить, естественно, это была тогда главной задачей женщины, чтобы дети имели пропитание и в целом светлое будущее. Поэтому одежда женщины также напрямую была закодирована на определенную цель, выйти замуж. После того, как женщина выходила замуж, она тоже продолжала одеваться определенным образом, но тип одежды иногда менялся, потому что вроде как основная цель уже определена, все уже осуществлено, поэтому достаточно часто мужья этих жен потом наставили на том, чтобы женщины более скромно, например, одевались. И в целом основная цель одежды была, как мы уже поняли, два основных направления. Показать статус, а также, если мы говорим про женщин, найти мужа. Вот такие дела. Это основная задача одежды на протяжении всей истории. Поэтому я могу понять частично, откуда, возможно, на каком-то генетическом уровне сейчас существует два лагеря, скажем так. Есть один лагерь, в котором мы говорим, люди, женщины говорят о том, что они одеваются, конечно же, для мужчин, конечно же, для того, чтобы быть привлекательными, конечно же, для того, чтобы привлечь внимание мужского пола, конечно же, для того, чтобы нравиться своему мужчине, мужу и так далее и тому подобное. Или если такового сейчас нету, то чтобы обратить на себя внимание. Хотя даже не два лагеря, а три. Это один лагерь. Мы сейчас все детально разберем. Второй лагерь. И улыбимся. Второй лагерь. Это те, которые говорят, что мы одеваемся для окружения. Вообще-то даже многие говорят, что для женщин. Чтобы другие женщины оценили нас, потому что женское мнение нам даже более важно, чем мужское. Потому что мы окружены другими женщинами, которые тоже следят за модой, которые тоже стильны. И нам важно, когда мы одеваемся даже на подсознании, реакция нашего женского общества. Это второй лагерь. И третий лагерь, который говорит, что мы одеваемся вообще исключительно для себя, опираясь на свои ощущения. И каждому из этих лагерей есть некое подтверждение, опровержение, плюсы или минусы. У каждого есть свои приверженцы. Очень важный момент, который нужно сразу же сказать, что я не призываю вас каким-то образом на кого-либо нападать или активно менять мнение другого человека. Самое главное и лучшее, что мы можем вообще реально сделать в этой жизни, это просто начинать с себя и работать с собой. Поэтому тут мы скорее, в этом видео, устраиваем дискуссию, направленную на интроспекцию. То есть посмотреть внутрь себя и себе в первую очередь ответить на вопрос, для кого на самом деле я одеваюсь. Я могу сказать, что достаточно часто в работе с клиентами, особенно когда я стартовала, и я знакомилась, потому что так как сейчас у меня уже костяк клиентов, который практически не меняется, но когда я стартовала, я встречала совершенно разных девушек, разного формата, и мужчин тоже, но девушек в любом случае всегда больше. И я встречала разных девушек, которые рассказывали свои впечатления, ожидания от одежды. И достаточно часто среди них я слышала фразу, что вот мы, например, идем, уже мы разобрали гардероб, и часто, кстати, при разборе гардероба мы находили вещи, которые девушка не носила, но которые очень нравились мужу или парню, который их купил, и она специально на него надевала их. И часто это, кстати, были, блин, это какой-то бич, облегающие либо леопардовое, либо красное платье. Вот просто повально, я даже не шучу. И достаточно часто уже даже вне этапа разбора гардероба, когда мы полностью определили некий вектор стиля, и когда мы находились на шопинге с клиентом, с клиенткой, мы сталкивались с тем, что девушка просто сияет от того, какие комплекты мы ей подбираем, но потом у нее закрадывается ужасающая мысль, что а вдруг это мужу не понравится, или а вдруг это муж не расценит. И иногда это оправдывалось, потому что стиль ей абсолютно шел и полностью соответствовал ее внутреннему состоянию, что является главной целью в моем восприятии работы стилиста и выражения стиля через одежду. Но она приходила домой, и было такое, что мне клиентки писали, что вот, а муж забраковал, забраковал внимание, забраковал какие-то вещи. И это происходит в 21 веке, когда женщина в большинстве случаев, которые мне это писала, это самостоятельная, в принципе, уверенная в себе, часто глава каких-то компаний, владелица бизнеса, которая рулит всем вокруг, но она пришла домой, муж посмотрел, забраковал, и резко из-за человека, которому все это нравилось и полностью соответствовало, у нее закрадываются сомнения, можно ли, нужно ли это носить. Вот, такие случаи были. Это тоже часто порождает у меня такую волну дискуссии с клиентами. И что очень интересно, тоже забегая немножко наперед. Мужчины тоже могут менять свой вкус в одежде. Если вы, я напишите в комментариях внизу, потому что и с моими клиентками это происходило, и с подругами, и даже со мной, когда вы время от времени носите определенную одежду, даже на которую изначально у мужчины была какая-то такая странная реакция, через время он вообще привыкает к вашему новому стилю, и обращает внимание на совершенно другие позиции, и что-то, на что он мог пару лет назад сказать, о боже, что это такое, что-то за, не знаю, трусы от купальника на высокой посадке, на завышенной талии. Через два года вы на пляж идете, вы надели этот комплект с купальниками, с трусами на завышенной талии, и он такой, ой, как классно смотрится, какая классная штука. Это, опять же, говорит, в принципе, о пластичности человека, и о том, это еще один вопрос порождает, на что нам стоит ориентироваться, когда мы выбираем стиль. Если мы выбираем стиль для себя, или одежду для себя, и делаем это только для себя, то, конечно же, возникает вопрос, почему тогда каблуки, которые неудобные, почему тогда какие-то позиции мы надеваем, которые вроде бы контрпродуктивны. Многие говорят, что вот, если бы для себя мы одевались, то мы бы ходили просто в том, что удобно, тренинг и так далее, и подобное. Но разве главный человек, с которым вы проводите всю свою жизнь, это не вы? То есть я, опять же, я считаю, что единственный человек, который с вами всю жизнь будет оставаться, это вы, самый главный. Поэтому, если у вас есть некий вкус, у вас же внутри тоже есть некие требования к тому, как должна выглядеть одежда. Поэтому почему бы вам, да, именно если вы одеваетесь для себя, нужно было ходить в растянутых трениках и с какими-то, не знаю, пятнами на одежде, если у вас к себе тоже есть какие-то требования. Поэтому мне кажется, что это немножко поверхностно говорить о том, что если бы мы одевались для себя, бы мы носили только треники и растянутые футболки с пятнами. Это первое. Может быть, мы носили бы немного другую одежду, но опять же, я не уверена, что это был бы такой уровень. Если мы говорим про одеваться для других женщин, как часто вы действительно ждете одобрения других женщин, и как вы понимаете, что эта одежда одобрена, и как вы реагируете, проследите за тем, как вы реагируете на то, одобряет кто-то вашу одежду или нет, и насколько вообще вам важно, чтобы эти вещи одобряли. И есть так много различных примеров, в том числе та же Александра Медин, Леандра Медин, господи, основательница The Man Repeller, которая вообще абсолютно своим стилем привлекла огромное количество людей. Во-первых, толпу негативных реакций на то, что она одевается как мужик, отвратительно, и у нее же название The Man Repeller, то есть как бы репеллент для мужчин. Фактически девушка, которая отталкивает своим стилем мужчин, поэтому и было название ее блога такое. Кроме этого, она привлекла целую толпу людей, которые всегда себя выражали и чувствовали по-другому в одежде, и, видимо, в обществе их не так принимали, а тут на фоне ее блога они тоже смогли найти вот это комьюнити, где ты можешь просто быть собой. И быть собой это для кого-то, если ты честен с собой, если ты чувствуешь, что твои реальные характерные стили настроения, это вот романтичность, для кого-то это каблуки, помада, аккуратная сумочка, для кого-то это треники, кроссовки, а для кого-то это все по очереди, в зависимости от настроения, что мне, кстати, кажется одним из самых честных отношений к себе, к собственному стилю, потому что у нас постоянно меняется настроение от дня к дню, иногда в течение дня оно может поменяться. Поэтому если мы одеваемся для мужчин, почему мы это делаем? Неужели мужчина, который вас там, например, любит и посмотрит на вас в одежде, которая ему не нравится, перестанет вас любить? Вы ему разонравитесь. Что произойдет, если вы наденете одежду, которая не нравится вашему спутнику? И представьте себя в этой ситуации, если бы ваш мужчина наделал какую-то рубашку или футболку, которая вам бы не нравилась. Повлияло ли бы это каким-то образом на ваше отношение личностное к нему? Вот что меня больше всего удивляет в позиции, что женщины одеваются для мужчин, это то, что настолько появляется страх, что, причем он чаще всего вообще необоснованный, что произойдет, если вы наденете то, что мужчине не нравится. И даже представим, что мы одеваемся для мужчин, если в этой парадигме смотреть, то в данном случае возникает вопрос, а что у всех мужчин одинаковый вкус? Неужели все мужчины хотят видеть свою женщину или потенциальную спутницу, или кого угодно, женский объект, ну как бы я это воспринимала, в обтягивающих платьях, коротких юбках, глубоких вырезах? Неужели вы не встречали мужчин, которым нравится, девочки, которые носят оверсайз, или которым нравятся девушки в мужских костюмах, или девушки в шортах, и девушки в кроссовках вместо каблуков, или девушки без макияжа вместо макияжа? Вы понимаете, что это очень тоже пластичная штука, которая и внутри себя может меняться. Это тоже важный момент, который вот лично мне интересен, и который по поводу всего, что я сейчас говорю, пишите свое мнение. Мне вообще очень важно пообщаться сейчас с вами на эту тему, и как-то получить консенсус, и понять, как вы считаете, что вы думаете по этому поводу, как устроено у вас. Есть женщины, которые говорят, ну мне все равно очень важно, чтобы мужчина мой мной восхищался, я ему нравилась. Но неужели это должно касаться и одежды, в том числе, вплоть до того, что вы должны надевать только то, что нравится вашему мужчине. И опять же, возвращаемся, что произойдет, если вы надели то, что вашему мужчине не нравится. У вас фигура от этого поменялась? Нет. У вас внешность от этого поменялась? Нет. Вы каким-то образом, характером поменялись? Нет, конечно. Поэтому, ну и мужчина тоже может быть очень пластичным в плане одежды. Это тоже очень важный момент, что очень многие воспринимают стереотипно, что потенциально нравится мужчина, а многим мужчинам вообще не это нравится. И, например, говорю о себе. Я надеваю короткие шорты, ну в рамках города комфортные короткие, не полупопья, глубокие вырезы, просто потому, что мне очень нравится, как это искренне смотрится на мне, на моей фигуре. Меня абсолютно все устраивает. Мне нравится, как видны мои ключицы, шеи, и так далее, и тому подобное. Именно поэтому я надеваю глубокий вырез. И совершенно не для того, чтобы кого-то привлекать, или чтобы кто-то обращал внимание. Я надеваю юбки не потому, что они женственнее брюки, и что это больше нравится мужчинам, а просто, когда у меня есть настроение надевать юбки. И тоже не для других женщин. Нужно не путать, опять же, я считаю, все это имхо. Это большое видео под названием имхо. Я не считаю, я считаю, что не нужно путать некие понятия. Понятие, что приятно, когда другие люди оценивают твой лук хорошо, и что от этого зависит, что ты будешь надевать. Тебе может быть приятно, что то, что ты просочетал и надел сегодня, нравится другим людям, но это может совершенно не влиять на то, что ты наденешь в следующий раз. Мне может быть приятно, что я нравлюсь людям в платьях и юбках, но при этом, когда у меня соответствующее настроение, я смело надеваю костюм. Более того, нужно сразу понимать, что есть внутреннее состояние, и как вы себя чувствуете, безумно, сильно влияет на вибрацию вашей харизмы, и на то, как другие люди вас воспринимают. И это тоже одна из причин, почему иногда невозможно запомнить, или вспомнить, в чем был одет человек, но ты четко помнишь, как он ощущался, и какие впечатления он у тебя оставил. Так вот, если вы внутреннее ваше состояние заметчили, то есть полностью перевели в одежду, вам от этого на 100% круто. А когда вам круто, вы начинаете транслировать именно вот эту гармонию внутреннего и внешнего, которая не может не считываться. Реально нет ничего хуже ситуации, когда девушка внутри хочет быть какой-то такой дерзкой, резкой, немножко пацанкой, но при этом она закована, и я уже не одну такую девушку встречала, в свой уже какой-то состоявшийся образ кокетки, и обязательно нужно носить высоченные каблуки, все лицо грима и платье в цветочек с акцентом на талии, маленькие сумочки, длинные ногти, и это уже совершенно не отражает ее внутреннее состояние. Поверхностно вы можете понравиться людям, безусловно, потому что есть какая-то классика женских образов, и она действительно такая, силуэт 50-х. Но, если мы говорим о полноте ваших самоощущений, они будут очень отличаться от того, как вы будете себя чувствовать, когда вы действительно наденете то, что вам на самом деле нравится. В заключении этого большого какого-то пласта дискуссии, я могу сказать свое мнение. Я считаю, что в первую очередь мы одеваемся для себя, и это никак не отменяет то, что есть другие параметры, которые тоже нам приятны. Оценка наших подруг. Класс! Комплимент от молодого человека или людей вокруг в нашем окружении. Класс! Нас залайкали и написали, какая мы красивая в инстаграме. Офигенно! Кто-то спросил на улице или где-то в туалете ресторана, где вы купили этот брючный костюм или это платье. Круто! Но, если присутствуют только вот эти внешние обстоятельства одобрения вокруг, и нет внутреннего удовлетворения тем, что ты надел, то никогда не будет на самом деле ваша одежда вашим стилем. Это просто будут постоянные попытки удовлетворить общественность. А так как общественность постоянно видоизменяется, и настроения общественности разные, люди все разные, то, в принципе, при таком подходе вы обречены быть постоянно неудовлетворенными своим стилем, потому что он напрямую зависит исключительно от внешних обстоятельств. Вот такое мое мнение. Напишите в комментариях внизу, что вы думаете по этому поводу, как вы считаете, для кого мы на самом деле одеваемся. Я, пожалуйста, главное, о чем попрошу, не вступать в какие-то агрессивные перепалки друг с другом, и я считаю, что искренне это мое мнение, у каждого оно может быть свое. Было бы интересно услышать от вас не просто мы одеваемся для мужчин, мы одеваемся для себя, мы одеваемся для женщин и все, а некое обоснование толерантное по отношению к другим людям, и я вас тоже попрошу, когда вы будете читать мнение других людей, если оно даже сильно и категорически не будет совпадать с вашим, вступать в дискуссию с позицией уважения к вашему оппоненту. Условно, я принимаю твое мнение и при этом вот что я думаю. Это самая классная дискуссия, она всегда ведет к очень крутым даже на самом деле знакомствам. На сегодня это все, люблю, целую, ваша Рита. Редактор субтитров А.Семкин